Сегодня я хотел бы поговорить немножко про матчасть, мы очень много говорили про теорию, про фундаментальную науку и поговорить немножко про матчасть, про приборы, про приборную базу, про то, как, собственно, какими средствами эту фундаментальную науку можно делать. Ну, немножко предыстории, как бы я немного такого своего личного экспириенса расскажу, почему мне это так видится. Я сам пришел в науку где-то в середине 90-х, как сейчас принято говорить, в лихие 90-е, и в общем в науке тогда был некий развал, особенно что касалось финансирования, зарплат было совсем плохо. И что касается аппаратуры, тоже, в общем, на протяжении нескольких лет было все не очень здорово, и такое отставание от западных лабораторий было очень существенно, особенно если была возможность поехать и посмотреть, как обстоит дело там, то у нас было все, конечно, существенно хуже. Ну, вот, например, в нашей области, в области клеточной физиологии, можно сказать, что, например, установки для пачклямпа, для регистрации внутриклеточной активности нейронов на срезах методом пачклямпа, это как бы на Западе была такая совершенно рутинная установка, которая стояла в каждом департменте, в каждом, где велись нейробиологические исследования, у нас это были какие-то такие штучные, в общем-то, установки, было их очень мало. Потом ситуация как-то начала выравниваться, и вот где-то в нулевым годам, по моим ощущениям, как-то мы приблизились по уровню оснащенности, ну, как бы, более-менее к западным коллегам. А потом произошел какой-то, на мой взгляд, следующий очень резкий скачок по технической оснащенности мировых лабораторий западных. И если говорить о нейробиологии, то регистрация активности нейронов, то это связано, прежде всего, с появлением двухфотонной микроскопии и методов регистрации по кальциуму сигналу при помощи двухфотонной микроскопии. Это регистрация, мультиклеточная регистрация при помощи кремниевых проб, которые позволяют регистрировать одновременно сотни нейронов. Это развитие молекулярно-биологических сервисов, я так сказал, которые вот за небольшие деньги позволяют физиологическим лабораториям использовать весь широкий арсенал и трансгенных животных, и вирусные конструкции позволяют все это использовать физиологическим лабораториям, не разводя у себя всю эту кухню за, в общем-то, небольшие деньги. И вот произошел вот в таком западном мире вот такой очередной скачок, и мы опять оказались очень сильно ограничены вот в наших технических возможностях. Но прежде всего, естественно, это связано с недофинансированием науки, то есть сейчас, конечно, зарплаты в науке сильно повысились, но как бы зарплата это еще не все. И для закупки оборудования нужны деньги, причем деньги порой колоссальные. То есть если говорить о двухватонных системах, то это как бы десятки миллионов рублей. Вот, и понятно, что очень многие лаборатории просто себе этого, даже институты позволят себе не могут. Вот, и... Но здесь сейчас появились некие такие лазейки, которые позволяют при использовании, в общем-то, небольших сравнительно средств производить исследования, ну, в общем-то, на вполне современном, таком высоком уровне. И связано это вот с какой вещью. Ну, известно, что очень многие лаборатории, и отечественные, и западные лаборатории, сами конструируют некоторую аппаратуру. Ну, это связано с разными причинами, и зачастую вот эти вот самодельные приборы, они оказываются по своему функционалу, ничем не уступающим таким коммерческим образцам, иногда даже лучше. И если эти приборы оказываются совсем удачными, то люди выкладывают их чертежи, их схемы в свободный доступ, в интернет, и, в общем, другие лаборатории могут их скопировать, и собрать у себя самостоятельно, и, в общем, использовать в своей работе. Вот. И даже тут есть еще одна такая очень интересная вещь. Наиболее удачные примеры вот таких вот самоделок, таких вот такой самодельной аппаратуры, которые выложены полностью, чертежи ее выложены в интернете, она может коммерциализироваться такими полукоммерческими структурами, тоже как бы это дериват лабораторий чаще всего, то есть они берут уже вот эти вот разработки и делают коммерческий продукт, но продают его за деньги, ну, как бы на порядок меньше, чем это делают большие фирмы. Ну, вот как образец, как образец вот такой вот, такого спин-оффа, такой небольшой фирмы, которая коммерциализирует разработки, вот можно привести сайт OpenEfis.org, и, ну, у них никакой большой ассортимент сейчас, как может быть у каких-то крупных компаний, но они берут своей ценой. Ну, вот как пример я хотел бы привести вот такое вот устройство для экстраклеточной регистрации многоканальной, то есть это АЦП, который подключается по USB к компьютеру, к нему подключаются предусилители, и, в общем, все это вместе позволяет регистрировать активность по 64 каналам, активность, экстраклеточную активность многих нейронов в остром опыте, в хроническом опыте. И самое главное, что стоимость вот такого, как бы полного устройства, это 5000 евро, ну, то есть если даже брать, если вы будете покупать это в России и повезут сюда какие-то посредники, и что-то накрутят, ну, это будет там 10 тысяч евро, то есть там 9, ну, это меньше миллиона рублей. Меньше, чем за миллион рублей вы получаете полноценную функциональную установку, которая позволяет регистрировать активность вот по 64 каналам экстраклеточной, причем работает очень хорошо. У нас в институте есть одна такая установка, ничем не уступает своим фирменным аналогам, там, от Плексона, которые стоят там на порядок просто больше. Или вот другое у них очень интересное устройство, это вот оптогенетический стимулятор такой, то есть что имеет отношение к нашей конференции. Ну, понятно, что диод для оптогенетической стимуляции купить очень можно недорого, включая там Алиэкспресс, но дальше возникает проблема генерации паттернов для этого стимулятора, и, ну, как бы существующие такие коммерческие предложения, они достаточно дорогие. А здесь вот за 450 евро мы получаем такой компактный стимулятор, который позволяет генерировать практически любой паттерн, который необходим для оптогенетической активации. Вот. И мы плавно перейдем, значит, к основной теме моего рассказа сегодняшнего, это вот минископ. минископ тоже родился как результат вот такого вот... Сейчас, одну минутку, простите, пожалуйста, я одну секунду просто выключу звук. Минископ появился также в результате вот такой вот разработки, то есть это так... Есть сообщество энтузиастов, которые вот занимаются разработкой такого миниатюрного устройства, и, в принципе, вся документация по его созданию, она выложена в интернете, и ее можно скачать, и вот такое устройство собрать, или же купить вот такую вот коммерциализированную версию, но тоже не за большие деньги. Да, так вот, значит, устройство это, оно позволяет производить оптическую регистрацию нейронной активности, и я хотел бы сделать такой небольшой экскурс вообще в историю, в историю оптической регистрации, чтобы как бы было более понятно, к чему мы пришли, и как это развивалось. Ну, исторически оптическая регистрация нейронной активности, она возникла с использованием потенциал-зависимых красителей, и первыми были абсорбционные потенциал-зависимые красители, то есть это вещества, которые, когда вы окрашиваете нейроны этими красителями, они связывают с мембраной и меняют какие-то свои характеристики в результате изменения мембранного потенциала. Ну, первыми были так называемые абсорбционные красители, которые, как понятно из названия, меняли абсорбцию при изменении заряда на мембране. Ну, вот я хочу вам показать такой пример записи нейронной активности, оптической, выполненной в нашей лаборатории давным-давно на нейронах виноградной улитки с применением абсорбционных потенциал-зависимых красителей. То есть это вот ганглии виноградной улитки, отдельные нейроны, покрашенные красителем, и они просвечиваются насквозь светом красным, проецируется изображение на светодиодную матрицу, и мы видим, как, когда нейроны спайкуют, изменяется поглощение красителя, и таким образом оптически мы можем регистрировать одновременно активность довольно большого количества нейронов, но вот на этом примере тут несколько десятков клеток. Интересно, что этот краситель можно применять и на срезах мозга, то есть вот это другой пример, тоже сделанный в нашем институте работы, по изучению распространения волны возбуждения на срезах мозга, которые содержали гиппокампы, интеринальную кору, тоже окрашен абсорбционным потенциал-зависимым красителем, и видно, как волна возбуждения распространяется по этому препарату. Затем на смену абсорбционным красителям пришли флуоресцентные красители, и здесь самый яркий представитель – это GPW-1114. Это красители флуоресцентные, то есть они изменяют, грубо говоря, интенсивность своей флуоресцентции в ответ на изменение мембранного потенциала клетки. Чаще всего эти красители используются внутриклеточно, то есть клетку можно заполнить таким красителем и затем оптически регистрировать, например, потенциалы действия в разных областях ее дерева. Но у всех потенциал-зависимых красителей есть существенные недостатки. Прежде всего, это высокая фототоксичность. Но если брать, например, краситель GPW-1114, то фототоксичность настолько высока, что если клетка прокрашена хорошо этим красителем, у вас есть буквально несколько секунд, чтобы осуществить вот такую регистрацию с использованием интенсивного освещения. И, как правило, люди регистрируют вот такими крошечными кусочками, там по 100 миллисекунд эпохи записи, чтобы не допустить фототоксичности, потому что клетка дальше просто умирает. И другие недостатки – это выцветание при длительном освещении и небольшая глубина проникновения красителя ткани мозга. Но все изменилось, когда появились флуоресцентные генетически кодируемые кальциевые индикаторы. Ну, вот я привел пример самого широко используемого, самого известного индикатора – это G-Camp, который представляет из себя такой фьюжн зеленого флуоресцентного белка GFP. Ну, этому белку, что называется, отдельное спасибо. За его открытие была присуждена Модельская премия, за его открытие и внедрение в науку в 2008 году. И когда этот GFP соединили с кальмодулином, который природный кальций-связывающий белок, получился вот такой фьюжн-протеин, который менял уровень своей флуоресценции в зависимости от того, связан он с кальцием или нет. Ну, и поскольку это белок, то можно ДНК, которое его кодируют, интегрировать в нейроны, заставить нейроны экспрессировать этот белок по всем своим отросткам. Ну, принцип, я думаю, всем известен, что сам по себе кальций – это вещь интересная, но в данном случае ее, конечно, используется в нейробиологии кальциевой зонды главным образом для регистрации нейронной активности. То есть известно, что каждый потенциал действия сопровождается вот таким кальциевым транзиентом. Здесь картинка, на которой параллельная запись нейрон с отбариотаченной пипеткой и параллельно записываются потенциалы действия экстраклеточные и возникающие вот кальциевые транзиенты. Так вот, каждый потенциал действия сопровождается выраженным кальциевым сигналом. И, ну, понятно, что проблем никаких нет, когда потенциалы действия следуют на некотором расстоянии друг от друга, но даже когда они объединяются в пачку, то существуют математические методы, которые, зная форму как бы индивидуального ответа, позволяют вот из такой вот пачки вычленить отдельные потенциалы действия и представить это все в виде растровой диаграммы, то есть определить времена возникновения потенциалов действия по вот такому сложному кальциевому сигналу. Ну, как правило, при использовании генетически кодируемых кальциевых зондов для регистрации нейронной активности установка в целом выглядит таким образом, что животное, чаще всего мышь, с закрепленной головой, причем животное может находиться в ненаркотизированном состоянии, тогда оно может бегать по вот такому шарику, который находится в жидкости, такой виртуальный трекбол, и при этом сверху стоит та или иная эпифлуоресцентная система, которая обеспечивает возбуждение кальциевого зонда одной длиной волны, синей, если мы говорим про джекам, и затем регистрацию спускаемого зеленого цвета. Ну и таким образом по изменению уровня флуоресценции можно судить об активности нейронов. Причем уровень сигнала от кальциевого зонда настолько большой, что активность нейронов легко видна даже глазами. То есть вот эта вот картинка, в принципе, если посмотреть просто глазами в микроскоп, вот примерно то же самое вы увидите, то есть вы действительно увидите, как нейроны, как фонарики вспыхивают в живом мозге. И вот, как я уже говорил, такой вот мощный скачок в развитии всех вот этих вот направлений произошел с внедрением именно двухфотонной микроскопии как метода регистрации. Ну, немножко я хотел остановиться вообще на принципах двухфотонного микроскопа, почему он так распространился и что же он позволяет делать. В принципе, по принципиальной схеме двухфотонный микроскоп, он не сильно отличается от любого эпифлуоресцентного микроскопа, ну или, скажем так, лазерного конфокального микроскопа, то есть есть источник света, в качестве которого используется лазер. Свет этот фокусируется линзами и возбуждает краситель, кальций-зависимый краситель в препарате, который затем испускает свет другой длиной волны, который опять же фокусируется и попадает на детектор, на чаще всего фотоумножитель. В чем же отличие двухфотонного микроскопа и двухфотонного возбуждения от обычного микроскопа, от эпифлуоресцентного или лазерного конфокального микроскопа? Ну, вот картинка, которая знакома всем, наверное, из школьного курса физики, которая отражает процесс поглощения молекулой флуоресцентного вещества фотона одной длиной волны и спускания другой длиной волны, при этом как бы электроны переходят с одной орбиты на другую. Ну вот у нас здесь есть пример красителя, который поглощает свет с длиной волны 360 нанометров, то есть он поглощает один фотон с длиной волны 360 нанометров, электрон переходит на другой уровень, после этого, когда электрон переходит обратно, краситель испускает свет уже с другой длиной волны 460 нанометров. То есть так работает обычный эпифлуоресцентный микроскоп, обычный лазерный сканирующий микроскоп, то есть происходит обычное возбуждение. Однако, как было показано, при некоторых условиях краситель можно возбудить не одним фотоном, а двумя фотонами. Если их сумма, их длин волн, то есть их энергия, будет сумма энергии двух фотонов будет в точности равняться энергии одного фотона. Ну, в данном случае, если мы используем для этого красителя свет с длиной волны 360 нанометров, то для двухфотонного возбуждения нам нужен свет с длиной волны ровно в два раза больше по 720 нанометров, чтобы два фотона дали нам в точности ту же энергию, которую дает один фотон с длиной волны 360 нанометров. Значит, в чем же преимущество такого подхода? Преимущество в том, что мы используем свет с гораздо большей длиной волны. То есть это 720 нанометров, это практически инфракрасный диапазон, и инфракрасный свет гораздо глубже проникает в ткани, поэтому двухфотонный микроскоп видит гораздо глубже и позволяет регистрировать нейроны, отходящиеся на большей глубине, чем однофотон. Кроме того, для того, чтобы произошло вот такое вот двухфотонное возбуждение, необходимо создать очень высокую энергию, очень высокую плотность возбуждения. И это осуществляется двумя путями. Во-первых, за счет фокусировки лазерного излучения, которое происходит только в одной точке. А во-вторых, тем, что используются специальные фентосекундные лазеры, которые вот именно в короткий фентосекундный импульс дают такой импульс такой силы, который обеспечивает двухфотонное возбуждение. И получается, что условия для двухфотонного возбуждения возникают только в одной очень ограниченной пространственной точке препарата. И в других участках препарата, выше и ниже, условия для этого не создаются, и флорафор не возбуждается. Таким образом, мы отсекаем весь фоновый свет, который тоже, конечно, увеличивает глубину, на которой мы можем регистрировать наши нейроны. Вот. Ну и главное, да, одно из главных, естественно, преимуществ, это возможность использовать для возбуждения флорафора света с длиной волны в два раза больше, чем, который обычно используется, что дает проникновение, более глубокое проникновение в ткань. Ну, как правило, использование двухфотонной микроскопии, оно происходит вот на установках вот таких вот с искусственным, с искусственным 3D-миром, когда мышь, например, бежит по дредмилу, ей демонстрируется, в данном случае, лабиринт, она видит стену лабиринта, и когда она поворачивает по своему шарику, передняя картина также меняется, и у мыши создается, ну, как мы верим, полная иллюзия того, что она бежит по лабиринту. И при этом одновременно можно регистрировать активность нейронов с использованием кальцио-зоны. Но справедливости ради надо сказать, что потенциалозависимые красители не сложили полностью оружие вот в этой вот битве с кальцио-зоны, и появляются в настоящее время тоже генетически кодируемые потенциалозависимые красители, которые, в общем-то, на таких вот методических статьях показывают очень приличное соотношение сигнал-шума, и видно, что сигнал, записанный оптическим путем, он полностью повторяет внутриклеточный. Однако проблемы с ними есть и очень большие, и одна из самых главных проблем, она вытекает как бы из самого принципа потенциалозависимых красителей, что мы следим за потенциалом, который меняется очень быстро. Это значит, что у нас фреймрейт, скорость, с которой мы должны снимать сигнал, должна быть очень высокая, чтобы не пропустить этот зону. И если у нас высокий фреймрейт, у нас низкая экспозиция, и из-за этого возникает проблема с сигналом, с отношением сигнал-шума. В то время как у кальциа, у зонда, у него длительность сигнала очень большая, это сотни миллисекунд в ответ на один потенциал действия, и здесь можно производить забор сигнала с низкой частотой, например, 40 Гц вполне достаточно, что дает, естественно, высокую экспозицию и значительно увеличивает соотношение сигнал-шума и сам сигнал. Так вот, значит, возвращаясь к нашему минископу, значит, ну понятно, что использование милофотонного микроскопа это замечательно, но стоимость его такова, что далеко не все институты в нашей стране могут позволить себе его приобретение, ну, как бы самая минимальная стоимость сейчас это порядка 40 миллионов рублей. Это было до еще изменения курса. Так вот, если говорить о минископах, то это такая вот, можно сказать, очень бюджетная альтернатива использования милофотонного микроскопа для регистрации кальциевого сигнала. И, что особенно важно, здесь есть возможность использования, ну, таких, если можно сказать, самодельных минископов, используя инструкции с сайта Miniscope.org, что, в общем-то, снижает стоимость такого устройства, ну, до совсем таких удобоваримых денег. Ну, то есть, мы у себя в лаборатории пошли этим путем и действительно собрали несколько таких устройств. И, в принципе, вот один минископ обходится примерно меньше, чем 2000 долларов. плюс плюс к нему нужна плата сопряжения с компьютером, ну, которая где-то еще порядка 500 долларов стоит. Значит, что из себя представляет минископ? На самом деле, минископ удивительным образом представляет собой полноценный эпифлуоресцентный микроскоп. При том, что вот размер его совершенно небольшой, вес порядка двух-трех грамм, то есть, мышь, в принципе, вполне может носить его у себя на голове. И при этом, действительно, если посмотреть его устройство, оказывается, что это абсолютно полноценный эпифлуоресцентный микроскоп. Есть крошечный светодиод, который является источником света, ну, в данном случае синего, если мы собираемся использовать ЖКамп. Свет отражается от дихрорик, от мирора, от зеркала полупроницаемого. Затем, через специальный крошечный объектив идет к мозгу, освещает нейроны, которые экспрессируют кальциевый зонд. Они, в свою очередь, испускают свет другой длиной волны зеленой, который проходит уже сквозь дихрорическое зеркало и попадают на крошечную матрицу, смоз-матрицу, которая регистрирует уже изменения флуоресценции в реальном времени. И потом все это через коаксиальный кабель идет к плате сопряжения и вводится в компьютер. Немножко нужно сказать про объектив, который используют. То есть у каждого микроскопа должен быть объектив, и такой объектив есть и у мини-скопа. Это так называемая грин-линза. Но грин, она не потому, что она зеленая, а потому, что она грейдет индекс, так называемая линза. В чем здесь смысл? Обычные линзы создают преломление за счет своей кривизны. Чтобы построить простейший объектив, нужно две линзы, которые обеспечат проекцию изображения на матрице. Грин-линза обеспечивает то же самое преломление за счет того, что ее коэффициент преломления стекла радиально меняется от центра к периферии. То есть в центре он один, периферия изменяется, и получается, что физически вот такой небольшой цилиндрик, абсолютно ровный цилиндрик с ровными торцами обладает свойствами оптическими полноценного объектива, полноценных линз. Так вот, если говорить про самостоятельную сборку мини-скопа, используя инструкции сайта, выглядит это так. Там приведены, то есть понятно, что мини-скоп состоит из корпуса и электронных компонентов. Так вот, на сайте miniscope.org приведен полный каталожный список всех электронных компонентов. Кто-то еще хочет принять участие? Закладить. Можно интернет-магазинов, извините. Значит, состоит из набора электронных компонентов, электронной платы, смос-матрицы, источника света, микроэтического зеркала, фильтров на возбуждение и на поглощение и так далее. Так вот, выглядит это так. На сайте приведен полный список всех электронных компонентов, которые вы можете, ну, он, правда, приведен для, естественно, американских интернет-магазинов, то есть, находясь, например, в Америке, вы просто кликаете добавить в корзину все эти электронные компоненты и они приходят вам по почте. Если мы находимся в России, то, в принципе, у нас есть достаточное количество фирм-посредников, которые с удовольствием эти все электронные компоненты привезут из тех же американских магазинов. После чего необходимо будет заказать изготовление электронной платы миниатюрной и монтаж собственно всех электронных компонентов, распайку на эту плату. Тоже это не большая проблема в России. Вот в Зеленограде есть фирмы, которые, в общем-то, с удовольствием это сделают за какие-то вполне себе удобоваримые деньги. Дальше идет корпус минископа и тоже есть фирмы, которые с использованием высокоточных фрезерных станков по чертежам, которые выложены на сайте минископ, могут изготовить вот эти вот все его компоненты и останется только собрать минископ, что требует, конечно, некоторой аккуратности и точности, но вполне может быть осуществлено силами инженеров в лаборатории. Ну вот я приведу вам вот такой вот пример, как, собственно, работает минископ, то есть мышка в свободном поведении бегает с установленным на голове минископом, включенным работающим и при этом в реальном времени происходит регистрация активности нейронов. Вот это вот сигнал необработанный, сырой, тот, который поступает прямо с матрицы, вот, а вот это уже сигнал тот, который после обработки в общем значительно улучшен, как гораздо большее количество нейронов детектируется. Это регистрация из области C1 гиппокам. Вот использование вот этой вот грин-линзы, оно, в принципе, накладывает такие некоторые ограничения, что, ну, с одной стороны ограничения, с другой стороны достоинства, что с длинной грин-линзой удобно регистрировать от глубоко лежащих структур, например, от гиппокам. То, что при использовании двухфотонного микроскопа сделать значительно тяжелее. Но, если вы хотите регистрировать от коры, то здесь как бы, как ни странно, возникают больше сложности, потому что нужны немного другие грин-линзы и сложнее ее имплантировать и установить. ну, вот это вот, да, то есть один из как бы предводителей всего этого сообщества энтузиастов, которые разрабатывают минископ и выкладывают его в сеть, это Альчина Сильва, это одна из их первых работ, которая опубликована в НИЧе с применением минископа, и здесь вот вы видите, как выглядит уже обработанная запись, то есть каждая линия соответствует одному нейрону, и активность в виде вот таких вот кальциевых печков можно регистрировать. Но вот, как я уже говорил, кроме вот в этой вот возможности, которая самая бюджетная, собрать вот такую вот самодельную аппаратуру полностью собственными силами, существует такой промежуточный вариант альтернативный, который наиболее интересный, то есть есть вот такие вот полукоммерческие как бы фирмы, тоже основанные на лабораториях, которые сами собирают вот эту вот аппаратуру открытого доступа и потом продают за сравнительно небольшие деньги. Ну вот одна из таких фирм это LabMaker и в части они предлагают уже собранный, уже готовый минископ за в общем-то деньги ну не сильно так скажем превышающие стоимость компонентов. То есть если у нас то есть примерно вот в эту сумму вообще говоря мы наверное сами и уложили собирая его полностью самостоятельно учитывая посредников учитывая изготовление платы и так далее и тому подобное. Единственное, что конечно нужно учитывать что это цена в Америке то есть если кто-то может вам купить и привезти в кармане но тогда правда придется платить наличными то вот можно за такую сумму купить если же покупать в России через посредников мы не так давно узнавали ну цена получается порядка трех тысяч долларов за устройство что в общем тоже вполне форда был и в общем не сопоставимо естественно со стоимостью и уж молчу про дуфотонный микроскоп но даже про стоимость полностью коммерциализированных версий минископов которых сейчас чуть позже тоже скажу есть конечно недостатки вот да значит какие вот существуют в принципе возможности приобретения минископов ну первое самое дешевое это самостоятельная сборка используя инструкции с сайта минископ.org второе это приобрести уже готовый минископ который собран по этим же чертежам которые лежат на сайте минископ это вот или можно воспользоваться сайтом labmaker.org или сейчас вот есть фирма в нашей стране которую я бы речи без прозванно организовал они тоже продают минископы которые собраны по чертежам labmaker.org но изготавливаются в Китае и в частности мы тоже использовали протестировали их минископ вполне рабочая система да и немножко да рассказать про собственно наши усилия то есть мы собрали в итоге несколько минископов плата они почти заработали у нас но поскольку у нас появилась возможность протестировать от Ильи Борисовича минископа мы немножко переключились на них вот и как бы поняли в чем была проблема с нашими то есть там мы недоставили линзу были проблемы с пайкой некоторые но в общем это все вещи решаемые вот значит вторая возможность приобрести готовый минископ вот собранный по чертежам с минископ.org ну вот из таких вот как бы полукоммерческих объединений и есть третья возможность существует полностью коммерческий вариант минископа называемый инвиста который производит фирма инскопикс но стоимость его на честно говоря вот запредельная если сравнивать со стоимостью минископов то есть ну по-моему там идет речь о сотнях тысяч долларов но покупая инвисту вы конечно покупаете полностью работающий продукт и у которого есть некоторые достоинства по сравнению вот с такими самодельными минископами но во-первых один из таких крупных недостатков минископа в той версии в котором он продается на лабмейкере это отсутствие возможности фокусировки изображения вот в процессе установки минископа сейчас это осуществляется при помощи там откручивания закручивания микровинтиков ручного позиционирования а в инвисте вы можете прямо из программного обеспечения менять фокусировку и настраиваться как бы на нейроны и второе недостаток это конечно сырое и малофункциональное программное обеспечение которое идет которое вот есть на сайте имени которое предлагает предполагает значительное допиливание этого софта до своих каких-то нужд естественно что инвиста она предлагает прекрасное программное обеспечение для записи для обработки сигналов для сортировки но повторюсь что стоимость в общем инвиста она вот совершенно запределенная поэтому наверное я бы ее даже не рассматривал вот в плане если говорить вообще о минископах как таковы но в заключение еще сколько у меня время осталось расскажем сейчас ну вообще 5 минут включения вопроса ну у нас потом перерыв идет поэтому да я в принципе уже заканчиваю буквально вот две такие важные вещи во-первых на сайте минископ.org сейчас появилась четвертая версия минископа которая значительно улучшена по сравнению с третьей во-первых тут появилась возможность фокусировки и то используется более сложная оптическая система которая позволяет производить регистрацию активности нейронов без использования грин-линзы то есть можно прямо с помощью этого минископа осуществлять регистрацию с поверхности с коры с неокортекса плюс увеличенное поле зрения до 1 мм но поскольку эта четвертая версия появилась сравнительно недавно вот таких коммерциализированных ее вариантов ни на лабмейкере нет и судя по тому сколько времени прошло от появления минископа вот на сайте минископ.org до появления его таких коммерциализированных версий несколько лет то наверное вот в течение ближайших пары лет не появится вот такой версии этого четвертого минископа которую можно купить и здесь несколько более сложные у него конструкции например используется гибкая печатная плата и ну непонятно можно ли найти в России производителя который бы сделает такую плату распаяет на ней все элементы ну в общем наверное это можно все проверить и тогда пытаться тоже собирать вот уже более продвинутую четвертую версию минископа и в заключение я хотел сказать на самом деле а да еще на вот сайте OpenEfis есть очень интересная такая как бы примочка к минископу которая позволяет осуществлять беспроводную регистрацию при помощи минископа то есть это такая вот его как бы голова в которой вставляется микро SD карточка как в мобильный телефон и тогда вся активность записывается на эту карточку без всяких проводов там крошечная батарейка и тогда таким образом животное получает гораздо больше степеней свободы потому что не идет у него в общем-то коаксиальный провод который его значительной степени ограничивает вот и на самом деле вот последнее что я хотел сказать ну это вот несколько как бы в контексте общей дискуссии по использованию вирусов и так далее вот на нашей конференции сейчас которая была именно дискуссия минископ собрать можно действительно даже используя ну какие-то совершенно подъемные деньги то есть если говорить вот про третью версию да то есть порядка 2000 долларов сам минископ 500 долларов плата сопряжения но дальше встанет вопрос естественно про то что вам нужны нейроны в которые экспрессирует и здесь это уже будет проблема которую решить не так просто как собрать минископ то есть вам нужны вирусы в самом оптимальном случае и вот пока в России вот таких простых способов получить вирусы нет то есть вам нужно или договариваться просить какие-то лаборатории в которых эти вирусы уже существуют или же вот рассчитывать на появление сервисов ну которые вот будем надеяться что сила белауса в скором времени запустят когда можно будет заказывать вирусы но здесь тоже есть такой небольшой лайфхак что если нет возможности достать вирусов то что-то сделать можно и существует такой метод доставки конструкции в мозг как эмутроэлектропараз который в принципе можно у себя лабораторий наладить в частности мы у себя очень активно его успешно используем и этот метод он использует плазмиду то есть ДНК просто кольцевую ДНК плазмиду содержащую ген джекампу которую инициируется ну там есть определенная процедура определенные технические операции плазмиды инициируются в мозг эмбрионов крысы или мыши на определенной стадии развития и затем нейроны всю взрослую жизнь животного начинают экспрессировать эту конструкцию и плазмиду сделать и получить гораздо проще то есть я думаю что почти везде можно найти какие-то соседние лаборатории молекулярно-биологические которые вирус вам сделать не смогут а плазмиду сделать смог единственное что есть ограничение что инутроэлектропорация она хороша для экспрессии конструкции в нейронах аниокортекса коры то есть если вы планируете работать на корковых нейронах тогда вот инутроэлектропорация это очень хороший альтернативный вариант и сразу отпадает возможность в поиске вирусных конструкций в гиппокампе это все гораздо сложнее но очень много задач которые решаются именно для миниатвортекса вот все спасибо спасибо большое за интересный доклад сейчас нас тут я вижу у нас много-много тут уже есть и вопросы руки поднятые появляются но вот я тебя сразу спрошу вот вот когда вы минископ устанавливаете как вы определяете вот куда вы сфокусировались то есть на какой слой коры если скажем по коре идет речь про гиппокампе я понял что вообще все сложно нет знаете как ни странно с гиппокампом проще потому что когда то есть этапы операции такие что сначала имплантируется вот эта вот гринлинза то есть это такой столбик такой стеклянный столбик диаметром около 1 мм экстерпируется часть коры над гиппокампом и устанавливается этот столбик прямо на гиппокамп и затем существует потом проходит какое-то время там как правило неделя чтобы все зажило и затем ставится вот этот вот бейсплейт с медископом и здесь есть возможность во время его установки его немножко как бы двигать и пытаться навестись на какие-то нейроны которые вот более интересно ну то есть не то что более интересно но которые можно навестить вот и вот собственно вот этот вот момент установки вот бейсплейт с минископом он и позволяет осуществить такой то есть это в принципе так достаточно ну реалистичный да сценарий то есть можно можно фокус под настроить да ну в небольших небольшом диапазоне небольшом диапазоне и потом вот затем вот уже или вот как я говорил у инвиста есть система фокусировки или вот у следующего минископа V4 тоже есть возможность немного сфокусироваться но конечно речь не идет о том что вы а вот дайте второй слой а вот пятый слой то есть вот как бы диапазон этой фокусировки конечно небольшой к сожалению у нас мало опыта работы именно с неокортексом в основном работают вот пока с гиппокампом ну вот может быть Константин Владимирович тут что тут больше интересного скажет у них насколько больше есть опыт работы именно с кортексом есть ли там возможность и какая возможность фокусировки насколько можно ходить по разным структурам понятно ну вот давайте тогда сейчас начну предоставлю слово тем людям кто руки подняли а потом уже если не поднимут руки то я зачитаю из чата значит вот первое у меня в очереди Кира Ким я включаю звук пожалуйста спасибо большое очень интересный доклад Алексей Зайцев частично вопрос задал у меня просто технический вопрос линза которая вставляется это расходник одноразовый то есть если условно мы неправильно поставили ее то считай все пропало нужно ставить новую линзу это такой почти расходник то есть его можно поскольку он в общем-то заливается цементом его можно использовать второй раз но очень сложно не повредить то есть это нужно рассчитывать что это ну если повезет то второй раз можно поставить не повезет треть и это скорее животное получается расходник то есть если вы неправильно имплантировали линзу то наверное повторная операция она уже невозможна да то есть в принципе линзы вот они их можно использовать повторно они очень легко скалываются то есть это линза на 2-3 операции наверное в лучшем случае цена линзы порядка 50 долларов за штуку то есть они тоже продаются как упаковка их турлапс ну сейчас поскольку это идет например турлапс продает эти грин линзы нужно у них на сайте зайти посмотреть разного диаметра разного это все да то есть это скорее расходный материал а каким способом вы находите скажем точку у вас какой-то стереотакс есть вживляете метод вживления метод вживления да это стереотакс то есть сначала инъекция вируса в стереотаксисе затем происходит там как несколько недель для экспрессии вируса затем имплантация грин линзы грин линзы тоже ставится на стереотаксис и опускается при помощи стереотаксиса по координатам вот на интересующую структуру но естественно промазать очень легко и в общем как и при любой стереотаксической операции спасибо спасибо ну вот я вижу Петр Дмитриевич Брежестовский поднимает руку я вам подключил микрофон спасибо большое очень интересно и очень познавательно последние сказать вот детали и просто у меня сначала просто информационный комментарий потому что вот несколько лет назад как только появился манископ значит в Станфорде как раз когда его предложили вот и тогда я вел переговоры уже немножко позднее через год значит с этой фирмой ценбистов чтобы купить у них цена 90 долларов после двухдневных переговоров вы мне предлагали сколько 90 тысяч 90 тысяч долларов которые предлагали то есть это действительно безумно дорого вот но другой стороны сказать здесь есть проблема на самом деле софтвия программного обеспечения и очень важной проблемой является на самом деле просто фиксация изображений потому что если вы инвиво работаете то и животное двигается и вот есть есть колебания фиксации то есть должны быть такие очень четкие программы которые разрабатываются то есть это вот это как раз вот должна быть сказать вот мне кажется вот нужно этим если вы сами это делаете если в России это будет делаться то на это тоже нужно обращать внимание там очень много конечно подводных камней вот но но перспективное направление спасибо большое очень интересно спасибо я немножко хотел прокомментировать что в принципе даже в том программном обеспечении который есть на сайте miniscope.org там тоже уже есть некие плагины которые вот позволяют то есть естественно что когда животное бегает то изображение нейрона дыхание даже да да и дыхание есть плагины которые отслеживают вот это движение и позволяют исключить его из анализа спасибо значит следующий вопрос от Евгении Пущиной я включил звук так еще раз пробую Алексей слышно меня да да большое спасибо вам за очень интересную информацию я хотела бы уточнить следующий момент совершенно замечательно что в России сейчас существует вот такая продукция мне конечно интересуют правовые аспекты насколько так сказать насколько ну сама система nvista и nvok в оригинале защищена семью патентами там есть семь патентов которые защищают узлы этой системы это первый момент насколько так сказать легко будет опубликовать результаты которые сделаны не с помощью неоригинальной системы второе в Пало-Альта регулярно ежегодно иногда даже два раза в год делают быстрые виркшопы пару дней они проходят первый день идет теоретически и второй день проходит в НАСА да это все стоит денег и это стоит все ну как сказать ну это не такие чтобы совсем уж неподъемные деньги в прошлом году виркшоп стоил 2,5 тысячи долларов но там показывает полный цикл на всех версиях продукта которых сейчас существует 4 Envista 2 Envista 3 Envista 2 и Envista 3 все это абсолютно лицензионно люди ездят работают в общем ну как сказать проблем то есть за двухдневный виркшоп показывает полный цикл как это делать более того там же продаются и лицензионные так сказать абсолютно легальные вирусы для работы с этой системой стоят они 300 долларов одна единица стоит 300 долларов проблема в том что у нас действительно нет правовой основы для того чтобы легально все это транспортировать в Россию вот о чем была речь может быть вопрос в этом потому что в Пало-Альте сделано все таким образом что абсолютно в любую страну мира транспортируется легально из-за очень больших дней проблема в том что у нас этого пока нет поэтому возникает потребность так сказать собирать такие аналоги вот поэтому скажите пожалуйста поясните да система стоит система стоит 90 тысяч долларов одна система насколько мне известно куплена Пурчатовским институтом по-моему в 14-м году а вторая система куплена нашим центром в 16-м году в конце 16-го года я хочу дополнить информацию о том что она сопровождается то есть вообще продается не просто система продается так сказать полностью к ней информационное обслуживание американцы очень охотно отвечают на любые вопросы сопровождают так сказать всю эту систему очень очень подробными так сказать инструкциями здесь трудно ошибаться понятно да ну что тут можно сказать но все-таки 90 тысяч долларов и 2 тысячи долларов это несопоставимые абсолютно деньги больше того это 90 тысяч долларов это стоит там если вы будете покупать у нас здесь то это соответственно посредники накрутят еще минимум 150 процентов это будет существенно больше и это ну я бы сказал непреодолимое совершенно препятствие для некоторых групп а вот использование вот такого самодельного минископа оно вот дает возможность действительно вот большому количеству лабораторий особенно говорю это для нашей стране с недофинансированием науки актуально вот попробовать вот такой вот совершенно хай-тек метод регистрации что касается каких-то правовых аспектов то судя потому что сива публикуется в Nature в Nature Neuroscience никаких проблем по-видимому здесь не возникает и а патентные войны они здесь действительно всегда ведутся но я просто хотел прокомментировать есть такая фирма Andor очень известная да которая производит различные есть фирма Mitox и вот у фирмы Mitox есть такой замечательный совершенно стимулятор полигон который позволяет любой паттерн оптической стимуляции осуществлять для оптогенетики очень важно вы можете любой кусок любую веточку нейрона отдельно застимулировать вот и стоимость вот такого устройства да и такое устройство есть у Andorra есть у Mitox и у Mitox оно стоит там в разы просто дешевле и вот просто у нас в институте приезжал представитель Andorra и на вопрос о том вот чем лучше ваша система чем Mitox он говорил что этого они у нас украли патент и мы через некоторое время их уничтожим и как бы работать на них нельзя но вот это было уже много лет назад и фирма Mitox прекрасно существует и производит свою устройство поэтому я думаю что здесь правовых проблем с публикацией результатов может быть никаких вот я говорю что денежная составляющая это будет просто барьер для многих групп это просто это не подъемные деньги понимаете вам никакого гранта РНФ не хватит на то чтобы купить инвест а собрать вот минископ вообще да можно Дело в том что конечно я даже говорю не о грантах РНФ я говорю о центрах коллективного пользования которые включают консорциумы из нескольких институтов может быть на этом уровне это вполне подъемно так сказать знаете вообще вот это как бы система минископов на мой взгляд она для центров коллективного пользования не очень подходит все-таки это такая тонкая вещь и она не может быть общего пользования это вот к сожалению это все-таки не двухпатронный микроскоп можно я добавлю но мы говорим о продукте который впервые был разработан Марком Шницером да в единственном году потому что мы говорим о нем можно я добавлю здесь значит это система которая была разработана Шницером и его лаборатории и опубликована в 2011 году в Nature Neuroscience и в Nature Methods в 2013 году они показали коммерческий вариант продукта на Society for Neuroscience и я сразу к ним подошел и сказал что он нам очень нужен мы хотим купить у нас были деньги тогда из Мегагранта они не продавали его еще но они давали за деньги на испытания в 10 лабораторий мира где были одновременно нейрофизиологи и физики потому что они говорили что это высокотребовательная вещь для общей физики в начале и мы подписались вместе с нашими коллегами физиками из МГУ в такой группы испытательных лабораторий и они продали их нам две штуки мы купили эти две штуки в России за 250 тысяч долларов действительно по 90 тысяч плюс то что Алексей Юрьевич говорил российские компании за ввоз 250 тысяч долларов сейчас эти системы также продаются в России есть дистрибьюторы компания биотехнологии питерская которая продает их приблизительно за эту же стоимость есть также системы что нужно добавить безусловно они разработали систему инвок которая позволяет делать оптическую регистрацию и оптогенетическую стимуляцию это важно теперь между сильвовскими минископами и шницеровскими энвистами инскопикс есть промежуточные продукты компания дорик лэнзес сделала серию минископов которые они продают коммерчески они стоят дороже но не так дорого как энвиста и энволк у дорик лэнзес есть системы для одноканальной регистрации двухканальной регистрации двумя длинными улн и сочетание оптогенетики оптогенетической стимуляции с регистрацией они стоят в оригинале штатах по-моему от 30 тысяч долларов одноканальной до 60 тысяч долларов сочетание оптогенетики с регистрацией то есть это существенно дешевле дело в том что конечно все возмутились тем что сделала Снистер потому что было ясно что себестоимость компонентов из которых они собирают около тысячи долларов чуть больше может быть при оптовой закупке они продают их по 100 тысяч долларов и поэтому научное сообщество во главе с Сильвой Галлани группой в UCLA они сказали мы попробуем собрать это сами этот сайт минископ орг который Алексей Юрьевич показывал он абсолютно легитимный использование минископов сейчас около 400 пользователей лаборатории которые используют минископы их можно публиковать нет никаких проблем группа инскоп компания действительно вот за там 6 лет с которой мы работаем с инвисты они очень помогают они готовы советовать многие вещи технические они приглашают на воркшопы за деньги те же самые 2,5 тысячи долларов но в сообществе минископов которые гораздо больше уже теперь существует все то же самое они проводят открытые бесплатные конференции и воркшопы для пользователей и разработчиков минископов появилось достаточное количество программных пакетов для обработки этих данных люди делятся этим опытом существуют группы которые существуют форумы на которых это делается и в общем это очень активно развивается мы пользуемся тоже этими программными продуктами то есть при том что если у вас очень много денег с инскопикс работать комфортно но это приближается почти что к там к фокальному микроскопу я считаю что для России конечно перспективнее для просто широкого использования в лабораториях идти по пути присоединения к сообществу минископов китайцы начали я видел в 2016 году уже у них в Шанхае на выставке вместе с Сильва производить первые минископы коммерческие они стоили где-то в Китае 10 тысяч долларов а вот лабмейкер мы сейчас купили 6 штук да около там 2,5-3 тысяч долларов за штуку спасибо а можно два слова добавить это Ольга Леонард и технический я просто как раз к этому уже я хотела рассказать что есть еще один вариант который озвучивал Алексей Юрьевич в докладе тоже ну именно китайский вариант и если кому он интересен все подробности в чате просто я очень кратко скажу там Александр оставил ссылочку на фирму может быть кого заинтересует порядка 20 тысяч да спасибо большое ага все и в общем-то он не знаю Алексей Юрьевич пробовал вроде бы как показатели неплохие да все работает мы тоже да вот сейчас попробовали да да-да-да Константин Владимирович мы тоже этот же вариант у вас я как понимаю да спасибо в чате ссылочка есть спасибо коллеги вот сейчас такой вопрос значит мы можем продолжить дискуссию потому что осталось много вопросов и поднятые руки еще есть либо мы сейчас Петра Дмитриевича послушаем лекцию и потом в перерыве уже вернемся к обсуждению ну вот мини-скопа и вопросов которые по докладу Петра Дмитриевича возникнут как 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 лучше нам поступить с вами вот если мы сейчас перейдем к следующему докладу то поднимите руки или какие-то как-то там прореагируйте если рук не будет значит мы продолжим дискуссию по мини-скопу мне кажется следующий доклад надо конечно давайте тогда следующий доклад потому что на самом деле много вопросов осталось еще мы еще минут 20 минимум можем обсуждать тогда давайте давайте мы эти вопросы помним они у нас в чате нет Петра Дмитриевич конечно интересно может в перерыве все останутся кто заинтересовался мини-скопом у нас будет как бы мини такой семинар по мини-скопу а сейчас давайте к следующей тогда тогда остается всего 10 минут до следующего докладчика значит и у нас оставались еще вопросы для Алексея Юрьевича Малышева если я возвращаюсь к вопросам к Алексею Юрьевичу так ну и и вот ну как бы некоторые вопросы мне кажется уже звучали ну давайте я все-таки еще раз Валентина Валентина Симонова Михаил Леонидович какой это у вас вопрос а я его даже написал вам в чат значит сейчас дойдем сейчас дойдем поднимайте руки кто хочет Алексею Юрьевичу задать вопрос то вы поднимайте руки а тогда вас вперед я могу на самом деле ответить на вопросы из чата да это очень хорошо будет если вы их видите тоже да сейчас я до них долистаю там вот Валентина Симонова например спрашивает насколько глубоко проникает излучение при двухфотонной микроскопии ну в общем это вся глубина коры то есть это у мыши то есть в общем до миллиметра поэтому если говорить про мышь это всю кору можно видеть так вот я дошел до вопросов ну да вот про инвисту это значит ну вопрос вот от Инны Медзиновской много вопросов смотрели вы распространяющиеся депрессии это ритмы это разряды ну скажем так что мы сейчас находимся в стадии тестирования именно хардвер то есть тестирование минископа как аппаратно и поэтому используем для этого гиппокамп как ни странно гиппокамп методически получается проще регистрировать вот именно из-за особенностей Green Lens вот и следующим этапом мы уже тогда будем переходить к аре на которой вот это вот все можно смотреть значит вот вопрос от Александра Ротова можно ли регистрировать зрительную кору да минископом регистрируют зрительную кору на мыши и замечательно все регистрируется зрительные ответы ориентационно-селективность все это видно и будут проблемы скорее с височной корой и так далее да потому что минископ нельзя поставить в бок он будет для животного довольно неудобно а зрительная кора у мыши в Ивана она вполне себе расположена как бы в верхней части мозга и минископ туда прекрасно становится так ну вот да есть еще вот реклама по минископам по поводу то что есть фирма где китайские минископы можно в стране купить там вот был еще вопрос про то что про использование потенциал зависимых красителей можно ли их вводить при помощи микропипетки ну я честно говоря с таким не сталкивался я знаю что их используют просто поверхностно окрашивают мозг даже им вива вот но в целом ну конечно вот как бы как общее я бы сказал что сейчас при вот этом развитии кальциевых зондах генетически кодируемых наверное нет смысла связываться с потенциал зависимыми и зондами и красителями потому что это гораздо более капризная методика и то есть только есть какой-то вот интерес именно к развитию техники потенциал зависимых красителей или какие-то очень специфические задачи потому что конечно кальциевые зонды они работают ну просто на удивление надежно надежно просто и так далее а потенциал зависимые и красители зонды это настолько вот сложная капризная методика что в общем она требует гигантских усилий просто для своей отладки поэтому я просто не рекомендовал бы вообще с ней связываться вот ну пожалуй наверное все что я в чате смог найти спасибо ну я добавлю еще для коры если пользоваться инскопиковскими инвистами есть еще полезная вещь очень они продают за в общем не очень дорого призмы которые позволяют делать имиджинг с помощью минископа по вертикали колонки а вот интересно вот вы когда используете на коре инвистовский минископ там гринлинзы вообще используются или нет да только короткая только короткая да ну вот да а вот по идее четвертая версия силовского минископа они обещают что будет работать на коре без гринлинзы вообще да да мы были на их презентации когда голланди показывал и да они показывали что просто можно опустить воздушно и снимать сверху можно я задам вопрос да конечно конечно у нас пока еще не началась дискуссия свободная кто хочет включать микрофон да я несколько раз пытался не получалось да смотрите свет так сказать у него варианте он может путешествовать и туда и обратно да поэтому если вы можете видеть изображение отдельных нейронов на матрице минископа то есть ли возможность контролировать активность отдельных нейронов с матрицей минископа если например она будет не матрицей светодиодной ну скажем параллельно там будет стимуляционная матрица ну теоретически это конечно возможно вот как раз вот эта система которая делает MITEX полигон полигон 400 которая вот именно паттерновой стимуляции то есть это реализовано в размерной как бы в шкале большого микроскопа но у большого микроскопа то есть тоже есть матрица которая регистрирует нейроны и такая же матрица которая стимулирует то есть это матрица микрозеркал которые вот формируют похожие матрицы используются в проекторах обычных и эта матрица может формировать любой паттерн стимуляции ну естественно эти просто две матрицы ставятся на на два разных порта микроскопа вот и действительно одна матрица регистрирует а другая матрица стимулирует причем вот любую точку этого поля зрения поэтому вот это как бы в большой шкале это реализовать можно но технически в минископах то есть сейчас это не реализовано но наверное теоретически как бы с развитием техники это тоже за счет всего ухудшения разрешения просто поставить рядом два разнородных элемента стимулирующие да да или развести их да но здесь действительно есть вот такие то что реализовано сейчас это совмещение как бы регистрации при помощи минископа и традиционной оптогенетической стимуляции когда оптоволокно под некоторым углом просто заводится и подводится к полю зрения минископа и по-моему я даже видел вот то ли на лабмейкере ну то есть вот Константин Владимирович говорил что там Инвисто продает такие вещи которые позволяют осуществлять оптогенетическую стимуляцию но есть и вот такие разработки полусамоделки которые позволяют в поле зрения регистрации минископа подвести и оптоволокна для стимуляции и подвести металлические электроды можно там LFP писать или экстраклеточные нейроны вот и таким образом совмещать вот действительно и стимуляцию и регистрацию то что уже сейчас работает сейчас на самом деле необязательно удалять можно брать тонкие гринлинзы которые позволяют вжимлять куда угодно в гипоталамус в миндалину ничего не удаляют то есть там конечно есть они 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 Продолжение следует...